Теперь к другим темам. Юные конструкторы и инженеры вновь собрались на региональном фестивале IQ Park. Не первый год он проходит в гимназии номер 16 интерес, там ученики со всего Подмосковья демонстрируют свои навыки в моделировании, конструировании и робототехнике. Какие изобретения представили ребята на этот раз, расскажет Мария Антонова. Четвертый год подряд IQ Park становится площадкой для одаренных детей Московской области. Привлечь школьников к изучению технических и естественных наук – одна из главных целей фестиваля. Возможно, у кого-то это в перспективе станет профессией. Я если не хочу пожелать, чтобы вот эта мысль творческая, она жила, она бы размножалась, она бы совершенствовалась в вашем учреждении. Мы будем трепетно к этому относиться, наблюдать, помогать, развивать, потому что это то зернышко, из которого вырастает по большому счету будущее. Улица моделирования, робоскверы и аллеи. На один день 16-я гимназия превращается в целый технический город. Работу участников фестиваля оценивали эксперты. Изобретение должно отвечать таким критериям, как оригинальность, грамотность изложения, возможность практического использования и другим. Какой план на будущие из этого инструкции? Ну, я хочу научить его разговаривать, потому что он просто пищит и молчит. И это довольно скучно, и хочется его так выдушевить, чтобы он тоже умел говорить. Множество проектов представлено и в других номинациях. Бумажное моделирование, создание мультипликации, а также дизайн одежды. Ольга Бирюкова представила на фестивале кокошник из искусственных волос. На его создание ее вдохновили старинные головные уборы. Работа над ним заняла три месяца. И эта работа служит чаще всего используя в кинематографе и в театре. Наше же поколение все время развивается, и надо носить что-то новенькое и интересное. Годы, месяцы, а кому-то достаточно и нескольких часов на изобретение. Например, Сергею Петрову. Свою модель он собрал за три часа. В Экью-парке юный инженер представил поезд будущего. Ездит без машиниста, внутри джакузи, компьютерный зал и даже танцпол. В общем, ни один пассажир не останется равнодушным. Мой вагон очень комфортный, даже для самых требовательных пассажиров. А в недалеком будущем мне и получится создать мою модель поезда будущего. Полет мыслей и фантазии. На площадке Экью-парка участники помимо выставки своих работ, обмениваются опытом. Вот когда мы в 2016 году только начали проведение такого фестиваля, у нас было всего представлено семь муниципалитетов. Сегодня представлено 27 муниципалитетов и около 300 различных проектов. То есть этот фестиваль нужен ребятам. В следующем году на фестивале ждут еще больше участников и изобретений. Ведь к этому есть все предпосылки. Мария Антонова, Алексей Курский, телеканал ЛРТ. Всем привет! Меня зовут Александра Томей. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий. Субтитры создавал DimaTorzok